Вчера, 5 августа, в администрации района состоялась очередная сессия Совета народных депутатов. Участие в работе сессии принял глава района Заур Хамирзов. В ходе заседания депутаты рассмотрели три ключевых вопроса. Первым на рассмотрение был вынесен отчет об исполнении бюджета района за первые полгодия текущего года. С подробным докладом выступил начальник управления финансов Аслан Дагужиев, который детально разобрал все аспекты бюджетного исполнения, акцентируя внимание на доходах и расходах. Настоящим проектом решения предлагается первое, вот вводить исполнение бюджета в исполнении бюджета на образование Кашканского за первое полгодие текущего года по доходам в сумме 480 миллионов рублей 54 тысячи 217 рублей 700 рублей. По расходам в сумме 491 миллион 287 тысячи 498 рублей 41 копеек. Привжение расходов над доходами в сумме 11 миллионов 233 тысячи 781 рублей 34 копеек. Исполнение по налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета сложилось при годовом плане 262 миллиона 48,2 тысячи рублей в размере 117 миллионов 965,7 тысячи рублей, это 45,4 процента к объему годового плана. В том числе район годовой плана 181 миллион 833 тысячи, факта 1 июля 81 миллион 375,5 тысячи рублей, 45% годового плана. Бюджетное поселение и самоходы объемы годового плана 181 миллионов 315,2 тысячи рублей, исполнение 37 миллионов 590,2 тысячи рублей, это 46,8 процента к объему годовых назначений. Фактическое поступление заходов на аналогичный период 2023 года составляло 104 миллиона 635,1 тысячи рублей, в том числе район 72 миллиона 778,2 тысячи рублей, поселение 51 миллиона 756,8 тысячи. То есть по отношению к прошлому году поступление составили посолидированный бюджет района 113,7 процента, то есть 14 миллионов 330,6 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. В том числе районный уровень бюджета 111,8 процента к прошлому году, до 8 миллионов 597,3 тысячи рублей больше, чем в прошлом году. Бюджетные поселения снилось 17 процента, до 5 миллионов 733,3 тысячи рублей увеличение соотношений с прошлого года. Затем последовало обсуждение изменений в нормативных актах, касающихся денежного вознаграждения и содержания муниципальных служащих. По данному вопросу также выступил начальник управления финансов. В завершении сессии депутаты единогласно приняли проект решения о внесении изменений и дополнения в устав района. На этом работа сессии была завершена. По всем рассмотренным вопросам вынесены соответствующие решения.